Как увеличивать продажи в онлайн-школе? Конечно же, увеличить продажи в онлайн-школе, когда у тебя узкий-узкий сегмент, да, очень сложно. Особенно, если у тебя нерегулярный продукт, ну, то есть один раз пришел, обучился, и больше не надо. Если ты учишься какому-то навыку, допустим, у нас тоже там школа продаж, например, да, человек один раз учится в жизни продавать, ему не надо каждый год заходить и переучиваться, правильно? Поэтому, когда ты работаешь на узком рынке, и ты уже взял почти весь объем, или там выгреб свободную вот эту емкость, ты не можешь никак увеличить, ну, то есть формировать потребность и заниматься вот этим, знаешь, убеждением аудитории, что вам это надо, вам это как-то поможет, мне надо. Чаще всего в такой ситуации нужно обратить внимание на свою клиентскую базу, на тех, кто у тебя уже обучился, задаться вопросом, а чему еще в контексте моего продукта они хотят научиться, куда они дальше хотят идти учиться, что им еще нужно, и, соответственно, создавать продукт под них уже, под свою аудиторию. Тогда у тебя увеличивается LTV, то есть тебе не надо уже больше привлекать этих клиентов, они есть. Ты можешь заработать на тех людях, они тебе уже доверяют, они, скорее всего, довольны. Я говорю только о тех школах, у кого хороший продукт. У них есть еще какие-то запросы. И даже если ты не являешься экспертом еще в чем-то, привлекай эксперта под тот запрос, который у них есть. Привлекай, записывай, обучай этих людей чему-то другому. Параллельно веди трафик на свой вот этот узкий продукт. То есть ты ведешь, там по чуть-чуть растет, и дальше ты им продаешь следующее. На сегодняшний день очень много манипуляции, да, вот в этом. То есть, ну, люди понимают, что очень классно продавать одному и тому же человеку много-много разного. И поэтому они один полноценный продукт начинают дробить на подпродукты какие-то. Да, и человек заходит, он что-то узнал, это еще не все. И ему надо переходить там дальше. То есть он никогда не может все узнать, потому что, ну, только ты все знаешь. Ну, то есть здесь главное вот в это не играть. То есть не быть вот этим психологом, который подсаживает на себя. Вот здесь должна быть этика, нужно учитывать вот эту этическую составляющую. То есть человек пришел там условно обучиться продажам. Он обучился продажам полностью, а не одной какой-то технике. Или человек пришел там, изучаясь там СММ, обучи его всему СММ, а не каким-то фишкам или там, не знаю, рилсам. А человек, который уже обучился и пошел работать, он сам увидит вот этот объем, который еще перед ним открылся. И вот под этот дополнительный запрос формирую еще один продукт. Дальше есть онлайн-школы, у которых уже с продуктовой линейкой там уже, ну, что-то понятно. Здесь, естественно, когда у тебя есть продуктовая линейка, она у тебя, вот эта матрица выстроена правильно, это не разрозненные продукты, а взаимодополняющие продукты. Твоя задача выстроить твой маркетинг таким образом, чтобы люди заходили в каждый, ну, самостоятельно, если это самостоятельные продукты, и делать вот эту перелинковку. То есть внутри продукта продавать остальные. Ну, то есть людям надо подсветить, показать, что и есть такие возможности. Если у вас есть такой запрос, вам вот сюда, сюда и сюда, а если такой вот сюда, сюда и сюда, то есть каждый продукт должен продавать следующие твои продукты. Тебе не нужно думать, как ему потом еще о чем-то напомнить, а он уже это видел, и он начинает об это думать. Здесь главное, чтобы первый продукт, на который он зашел, его удовлетворял, то есть чтобы ему было хорошо. Для того, чтобы увеличивать объемы, нам нужно большее количество клиентов вообще, очевидно же, правильно? Соответственно, разберись с каналами, да, что у тебя с каналами привлечения клиентов. Если у тебя один канал привлечения клиентов, ну, в основном это что там у нас, YouTube, либо Instagram, либо Telegram, либо ВКонтакт, например. Если у тебя какой-то один, да, просто добавляй оставшиеся, существующие соцсети, добавляй. Многие тоже переживают, что ну, а как же мы тут в одном зашиваемся, что же мы будем делать, если еще будет пять. Все очень просто. Просто адаптируй свой контент, который у тебя уже есть, и его туда публикуй. Не заморачивайся. То есть то, что отработала здесь, пускай прекрасно работает во всех остальных каналах. У тебя не будет огромного клиентского потока с первого дня, с первого месяца, а возможно и будет. То есть если ты правильно работаешь с СММ, если у тебя есть хороший СММчик или ты хороший СММчик, значит у тебя будет со второй недели уже приток клиентов. Но так как ты развивался когда-то вот в первом канале, точно по этой же модели развивайся. Это, конечно же, долго, но если ты не хочешь вкладывать деньги в СММчик или становиться самому классным СММчиком, ну, работать значит долго. Но у тебя будут увеличиваться продажи. То есть тот поток клиентов, который ты получаешь из одного канала, ты будешь получать дополнительно еще из каждого. То есть твоя задача выйти, там, допустим, 100 клиентов из Инсты, 100 из ВКонтакта, 100 из Ютьюба, 100 из Телеграма. Плюс добавлять партнерку. Нужно работать с партнеркой, обмениваться со смежниками, аудиториями. Тут не просто нужно сливать своих людей фиг пойми кому. Да, найди смежную нишу, то есть это должен быть не твой конкурент. Найди смежную нишу с тоже высоким уровнем доверия. У вас схожие ценности, у вас схожая аудитория и обменяйтесь. Главное понимать, что его аудитории интересен твой продукт потенциально и твоей аудитории интересен его продукт потенциально. Тогда это будет равноценный, полноценный, равнозначный обмен. Далее, реферальная программа. Клиенты, которые у тебя уже отучились, они тебя любят, им все нравится. Они, скорее всего, кому-то про это рассказывают. Дай ты ему реферальную ссылку. Если по юридическим нормам ты проходишь, если так можно, потому что везде разное законодательство. Просто не все могут, в России чаще всего это только на юрлицо. Вот здесь мы упускаем, и все так делают, я тоже сейчас сделала, упускаем этап продаж. То есть нам кажется, что привлечение, мы над продуктом поработали, мы над привлечением поработали, мы все такие молодцы. Но вот между этими этапами есть еще этап продаж. Здесь важно постоянно работать над увеличением конверсии из обращения в продажу. И если у тебя конверсия по холодному трафику менее 10%, тебе нужно изучать продажи. То есть те, кто занимаются продажами, должны учиться продавать. Потому что на онлайн-школах 10% сделать легко можно. Если у тебя по теплому трафику, а теплый трафик это не тот, кто был на вебинаре, а тот, кто знает о твоем продукте, кто уже прочитал, ознакомился. Если у тебя по теплому трафику конверсия ниже 50%, в идеале 60%, тебе нужно тоже изучать продажи. Ну то есть у тебя здесь большой отвал клиентов. То есть ты мог бы зарабатывать больше, но они хотят, твои не могут нормально продать, и они уходят к твоим конкурентам. То есть по сути маркетингом ты нагреваешь клиентов под своих конкурентов. Ты сливаешь усилия, и конкуренты говорят, спасибо тебе большое, ты привел мне офигенного клиента, если у них хорошо продают. Делать ли вебинарную воронку, работает ли она сейчас, делать ли магниты, работают ли они сейчас, вести ли людей на подписку на соцсети, работает ли она сейчас. Все работает. И это все маркетинг, это все работает. Ну все работает, если ты правильно это делаешь. Многие говорят, люди больше не ходят на вебинары, потому что потому. Ну вот если делать говно-вебинары, конечно же люди не ходят. Или люди приходят на вебинар, но не покупают. То есть вебинар тоже должен быть отведен правильно. Если ты ведешь просто, делишься пользой и ждешь, что к тебе пойдут, ну не будут люди покупать. Ну потому что они взяли пользу, люди пришли за пользой. Они взяли пользу и ушли. Следующее, что ты обещаешь на этом вебинаре? Очень часто людям обещают, что ты там свернешь золотые горы, а на самом деле сидишь и просто продаешь. Ну просто сидишь и тупо продаешь свой курс, там или не знаю, обучение. Люди разочаровываются. Поэтому ты знаешь, что твоя задача продать. Расскажи людям, что я буду продавать. Ну на сегодняшний день трушность качает. Скажи, я буду продавать? Приходите, да. А во время продаж я вам расскажу еще вот это, вот это и вот это. И кому надо, вы придете и купите. Не надо никого на сегодняшний день дурить, потому что все, кто дурят, в итоге попадают вот в эти бесконечные разоблачения. Оно вам надо. Емейл рассылки работает, конечно. Смотри, тут тоже нужно понимать, кто твоя аудитория. Если твоя аудитория это условно-бизнесовые люди, то они по работе заходят в емейл и они читают. То есть там будет какая-то открываемость. Если твоя аудитория условно там, мамы в декрете, сейчас пускай мамы в декрете не обижаются, да, но там меньше необходимости заходить в емейл. Соответственно, там открываемость будет ниже. Если открываемость ниже, то у нас и конверсии будут ниже и так далее. Поэтому нужно понимать свою аудиторию. Емейл на сегодняшний день хорошо заменяют чат-боты. На емейл тоже нужно не просто писать письма, а сажать емейл маркетолога, отдельного специалиста, который не просто пишет письма. Это не только копирайтер, это человек, который сегментирует аудиторию, который замеряет, аналитику собирает, замеряет статистики и делает выводы определенные. То есть это огромный объем работы. Точно так же в чат-боте недостаточно туда привезти людей и там, я не знаю, что-то пообещать. Дальше с этой аудиторией работать нужно. По сути, ты собираешь базу, да, в емейл, в чат-боты, еще где-то у себя в CRM, еще где-то в подписках. И тебе нужно сегментировать и понимать, да, по какому принципу собралась эта аудитория, почему они сюда пришли. И работать с ними отдельно. Да, в соцсетях они по этой причине, в чат-боте они по этой причине, в емейле они по этой причине. Что сейчас ни в коем случае нельзя делать в онлайн-образовании? Нельзя ни в коем случае врать. У меня эта позиция была еще вот, ну, пять лет назад. Я не знаю, что происходит. Вот люди как будто бы увидели, что это какие-то легкие деньги. И вот в онлайн-обучении легкие деньги, когда твоя работа заканчивается на этапе продаж. Вот там легкие деньги. В нормальном онлайн-обучении, в полноценном, да, вот как я у себя выстроила, у нас работа после оплаты только начинается. Самая тяжелая работа начинается после оплаты. Потому что людям нужно отдать, с людьми нужно поработать. Там очень много нюансов. Это взрослые люди, у них уже свои какие-то представления, свои проблемы, у них своя жизнь есть. Это же не дети, у которых основной вид деятельности это сходить в школу, да, и поделать домашнее задание. У взрослого есть жизнь, и плюс туда еще в эту жизнь нужно встроить обучение, им в этом нужно помочь. Вот это сложно. Дать им результаты, убедиться, что у них хорошие результаты, провести тестирование, провести экзамен, помочь на стажировке справиться. Если так работать, тогда репутация тебя будет проталкивать. То есть очень важно сформировать репутацию не словами, не тем, как ты выглядишь, не тем, как ты понтуешься, а тем, что люди говорят о тебе. Они говорят, там классно, иди туда, потому что там. Вот это продает лучше всего. У нас на самой дорогой нашей программе более 50% учеников, это ученики, которые пришли по рекомендациям. Они друг другу рассказывают, и люди приходят, говорят, мне сказала моя сестра, мне сказал там мой сосед, мой любовник. И так далее. Там не надо продавать. Там люди сами приходят и покупают. Они говорят, я не знаю, почему, мне сказали, что надо, я иду к вам. И самое важное для онлайн-школ и для всех, кто занимается вообще обучением в онлайне, это же не обязательно школы. Это просто какие-то курсы обучающие могут быть и так далее. Когда ко мне приходят, обращаются основатели онлайн-школ, им кажется, что у них какой-то бизнес другой. И там работают совершенно другие законы. И если ты вот это дело свое строишь как бизнес, то нужно понимать, что это бизнес. И там работают законы бизнеса. Там нужно заниматься финансовым управлением, там нужно заниматься планированием продаж, планированием маркетинга, бюджетированием, привлечением клиентов, развитием своей команды. И вот здесь очень многие владельцы школ, знаешь, что говорят, а когда, если я и есть вот этот основной учитель, да, когда мне это все делать? Я же учитель, мне хочется, чтобы оно само. Так вот, если ты хочешь сделать бизнес, тебе нужно строить вот эту структуру, где все будут работать на тебя и за тебя. Точно так же, как в обычном реальном секторе, да, в бизнесе, ты не можешь получить такой объем результатов в одни руки, как в 10 рук, в 20, в 70 рук. Поэтому, если хочется увеличения продаж, нужно обязательно набирать специалистов, которые будут делать вот эту всю непонятную сложную работу за тебя. А ты уже становишься директором, управляющим вот этих всех процессов. И у тебя должно оставаться время на любимую деятельность. Если ты любишь работать со своими учениками, у тебя все все реализовывают, ты управляешь и работаешь со своими учениками. И чтобы вот эту систему выстроить, переходите по ссылке под этим видео. Я прикреплю сайт программы Эволюция Бизнеса, и всего лишь за 3 месяца вы получаете свой бизнес, который работает как швейцарские часы. Все взаимовязано, все четенько, идут денежки, платится зарплата, привлекаются хорошие специалисты. Люди довольны, люди друг другу рекомендуют, и вы просто кайфуете от того, что вы сотворили. Многие диванные критики пророчат, вангуют, что скоро это все схлопнется, никто больше не будет, ничего. Если опираться на исследования серьезных маркетинговых компаний, они пророчат рост онлайн-обучению, онлайн-направлению. Поэтому не слушайте никого. Если вы умеете делать классные штуки, если вы умеете хорошо обучать, если у вас это хорошо получится, и вы это любите, эта ниша растет и будет расти. Классных продуктов, классных обучений настолько мало, фигово, когда в плохие обучения люди заходят, потому что там выстроен маркетинг, там правильно выстроены продажи, там правильно продуктовая линейка. И люди разочаровываются, говорят, весь этот онлайн полное говно. А от этого страдают кто? Страдают добросовестные, классные преподы, специалисты, которым есть что отдать. А почему они страдают? Потому что они все это не делают. Они единственное, чем занимаются, это преподаванием. А в бизнесе нужно заниматься маркетингом, продажами, финансом и продуктовой линейкой. Постоянно, всегда. Поэтому если есть вот это вот, почему они туда идут? Потому что там работают. Я уверена, что если каждый классный специалист, который умеет обучать, который занимается обучением, еще добавит вот это, рынок кардинально изменится. Люди перестанут идти в говно. А для этого подпишитесь на этот канал, потому что на этом канале я бесконечно и постоянно рассказываю про бизнес и в онлайне в том числе. И давайте встречаться с вами не только в ютюбе, но и на моем телеграм-канале. Ссылочку я оставлю в описании и в телеге я отвечаю на все ваши вопросы лично. На этом у меня все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok